Всем привет! Сравнение смартфонов Vivo V20 против Apple iPhone X. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость наличия данных устройств. По внешнему виду iPhone сделан из стекла и металла, спереди и сзади закаленное стекло, металлическая окантовка. Тут также стекло спереди и сзади, матовое стекло сзади и пластиковая окантовка. Тройная камера против двойной камеры. На передней части 5,8 дюйма дисплей у iPhone против 6,4 дюйма дисплей у Vivo. Безрамочные дисплеи, джек для наушников есть у Vivo, слот у него на 2 наносим карточки, это так, по внешним отличиям. Но у iPhone есть степень защиты от IP68, он на 1 наносим карточку, джека для наушников у него нет. Ну и дисплей у него оснащен 3D Touch, такой функции на Vivo нет. По дисплеям, AMOLED против OLED матрицы, Full HD разрешение, то есть у iPhone там чуточку получше разрешение, но в целом, да, плюс-минус одинаковые дисплеи, ну чуточку, да, у iPhone по качественнее будет окей. Переходим в синтетический тест Geekbench 5, по техническим характеристикам, Apple 11 Bionic против Qualcomm Snapdragon 720J, вот 6-ядерный пульт и 8-ядерного процессора, смотрим на результаты тестов. Ну вот, видим iPhone выигрывает 1-ядерный и мультиядерный тест, что там, что там. И в Antutu Benchmark, перейдем, посмотрим еще на результаты в этом тесте. 280 тысяч, тут 282 тысячи, то есть в Antutu Benchmark показывают более рамный результат. Тут тестится вся система, вот все как работает, и оперативная память, вот и процессор, и видеоускритель. То есть в Geekbench там все по отдельности нужно тестить, тут комплексные тесты, тут показывают, да, ну, это равный результат. Хорошо, закрываем, давайте еще посмотрим на скорость загрузки, например, страничка в интернете. Давайте на сайте Samsung будем смотреть Samsung.com. Вот, по вот этим вот ссылочкам, по переходам. Вот, одновременно загружают странички. Назад, видимо, iPhone быстрее возвращает, то есть он сразу откатывается, тут заново происходит загрузка. Видим, да, насколько дольше происходит вот это вот назад, просто вернуться. По скорости загрузки, да, они примерно одинаковые, даже Vivo чуточку быстрее, но вот именно по вернуть страничку назад, вот тут, конечно, браузер проигрывает айфоновскому. Теперь в этот раз iPhone был быстрее. В общем, да, они равны примерно по скорости загрузки, но вот именно по полной стабильности, плавности лучше iPhone будет в этом плане. По работе в браузере. Хорошо, теперь откроем тяжелую игрушку PUBG Mobile. Смотрим, как она работает на устройствах. На айфоне устанавливается обновление. Нужно заново перезапустить. Так бы чуточку на айфоне быстрее бы загрузилась игра, то есть это уже проверено, что на айфоне, да, быстрее бы загрузилась игра, если бы не обновление. Вот эти обновления там по несколько раз за день выходят на несколько мегабайт. Окей, смотрим, как сама игра работает, настройки. Так, тут где настройки. Вот есть графика, графика. Вот и видим, что на айфоне 10 графика на уровень лучше, что по плавности, что по графике. Игра работает лучше на айфоне 10. Так, закрываем. И теперь я покажу вам примеры снимков на камеры этих устройств. В сравнении сможете с этих качествами выведу снимки на экран. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максима Бойл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok